Эту видеозапись передал в распоряжении Ульяновской правды один из бывших прихожан церкви Креугольного Камня. Человек, который совершает действия, похожие на введение в транс, пастор Виталий Шмидт. Себя он называет пасторем церкви христиан-веры евангельской. Креугольный Камень Это значит, что адепты на своих богослужениях доводят себя до такого состояния, когда начинают произносить непонятные, нечленораздельные звуки, именуемые ими ангельскими языками. Мы заинтересовались церковью Креугольного Камня несколько месяцев назад. Тогда ко мне обратилась моя близкая знакомая и рассказала, что ее родственница попала в сомнительную организацию, о которой никто ничего не знает. Ей было известно только название организации – Креугольный Камень. Женщина, попавшая в церковь, потеряла способность думать о чем-то, кроме слов пастора Шмидта. Отношения в семье испортились. Рассказать нам эту историю девушка согласилась только на условиях полной анонимности, чтобы не разрушить семью. Сестра моей мамы всегда была эмоциональным и чувствительным человеком. С личной жизнью не ладилась лишь до замужества с ревнивым мужем. Потом брак трещал по швам, и необходимо было что-то делать. Именно тогда знакомая подарила ей книгу, в которой есть ответы на все вопросы – Библию. Правда, не православная, а церковь Креугольного Камня. Моя тетя изменилась до неузнаваемости. Она говорила о каких-то новых наставниках, братьях, сестрах, спасении и безумолку. Она отказалась от спиртного даже по прайзингам, простила себе все грехи, стала практически адептом святости и чистоты. Потом привела туда мужа. Нас спрашивали, как спасти, вытащить близкого человека. К сожалению, ответа на этот вопрос мы не нашли. Зато узнали много интересного о самом Краеугольном Камне. Так пастырь Шмидт говорит о традиционных церквях. Мы людям начинаем обещать, слушай, пойдем со мной там во. И вот они приходят. И понимаете, они первый один день приходят, там во. Они второй день приходят, там опять во. Третий день приходят, а потом они, знаете, так говорят, а что-то ты как-то и печка не поехала, и сапоги, скороходы не зашагали, и зарплату не прибавили, и ничего не изменилось. У пятидесятников, к которым себя относит Краеугольный Камень, конечно, все иначе. Чудеса с ними случаются здесь и сейчас. Цена за это, судя по словам прихожан, небольшая. Пастырю следует отдавать церковную десятину. Добровольные пожертвования. Пастырь Шмидт, опять же, по словам прихожан и их родственников, обладатель дорогой на маске. Живет, мол, ни в чем себе не отказывает. Чем не евангельское чудо? А жена пастыря, Елена Шмидт, судя по всему, удерживает что-то вроде салона красоты. Делает ресницы, подтверждение есть в инстаграме. Как говорят, во время процедуры ненавязчиво приглашает в церковь. Интересный ход. Мы показали имеющиеся в распоряжении редакции видеозаписи единственному в Ульяновске сектоведу, преподавателю кафедры теологии, члену общественной палаты Василию Дронову, и попросили прокомментировать их. У них так проходит богослужение. То есть нет понятия богослужения. У них проповедь, миссионерское обращение, плюс какие-то их обряды оформлены вот в таком сценическом виде. Вот с профессиональной точки зрения, какие приемы они используют, как они воздействуют на аудиторию, через что? Это профессиональные медийные работники. То есть это технологии убеждения. Как вы видите, очень часто повторяются ключевые слова, очень часто повторяются одни и те же фразы, плюс имели элементы какого-то, наверное, психотехника воздействия, потому что выступающий проповедник сказал, что были случаи, когда, как он, помните, говорил одного человека, в позвоночнике были диски металлические после операции, после моих проповедей или после там молитвы проповедей они рассосались. Это невозможно. При этом он то же самое попытался сделать в зале. То есть он, какие-то вот целительские обряды, они считают, что действуют дарами Святого Духа. Болезни, естественно, не рассасываются. В данном случае это невозможно ни с научной, ни с богословской точек зрения. Но чудесам не обязательно быть подлинными. Это мы знаем по улучшению множества целителей. От Бруна Грюнинга до возвращающего мертвых к рыбового. Люди уверены, что тем, кто относится к кроугольному камню, не грозят рак и прочие болезни. Они также уверены, что с помощью веры люди могут возвращать утраченные конечности. Страшно жить с этими людьми, считающими, что ампутированная рука может вырасти заново, или рак можно лечить молитвой. На самом деле мы слукавим, если скажем, что первые или хотя бы вторые после Тулы подняли эту тему. Иркутск, Москва, десятки городов. Но пишут о креугольном камне не только профессиональные сектоведы и СМИ. Их-то часто обвиняют в аффилированности. Дескать, православные или католики устраняют конкурентов. А вот, например, выдержки с развлекательного портала Пикабу. Пользователь под ником Гекьян рассказывает историю своего друга. Как-то раз после очередных песнопений, где народ, повторяя простые фразы, поднимает руки вверх, прыгает и вообще находится в трансовом состоянии, всякого рода молитв к нему подошли и сказали, что, мол, если приснится страшный сон, то значит с тобой не все хорошо, и ты должен начать следовать пути Божьему для очищения души, попадания в рай и прочих ништяков. Очень важная опасность. Они подменяют христианскую мистику психотехниками. Вот посмотрите их, так сказать, конференции или проповеди. Это же, в общем-то, шоу. Это шоу. Совершенно неясно. Действительно, человек, он вышел из зала. Это просто, как говорят, подсадка. Театральный термин, когда в зрителей сажают актера под видом зрителя. Неизвестно. К тому же есть внушаемые люди. Вы знаете, есть вот в серьезной религии, в любой серьезной религии, центральное место – это молитва. И при серьезной молитве, что ислам, что иудаизм, что христианство, однозначно рекомендуют никаких эмоций в себе не вызывать. Не возбуждай себя при молитве, чтобы свое естественное психологическое воодушевление не выдать за дары Святаго Духа, за действительно божественную благодать. А у них происходит прямо обратное. Они сами себя убеждают, что к ним сошел Святой Дух, и сами в этом заблуждении пребывают. Это просто обман. Но психотехники, похожие на гипноз, это еще не все. За краеугольным камнем скрывается нечто большее, чем просто своеобразный приход. Это еще и финансовая структура, действующая через, как мы полагаем, связанный с ними благотворительный фонд. Руководство фонда – это активные прихожане краеугольного камня. В распоряжении редакции есть имена этих людей и названия самого фонда. Благотворительностью они действительно занимаются. Однако, судя по его объемам, для отчета. Истинные цели фонда сокрыты ото всех. На публику же они изредка кормят бездомных. По имеющейся у нас информации, фонд планирует выкупить дом в сельской местности для создания своего приюта. Дело вроде бы благородное. Часто делают через какие-то совершенно иные организации. Какие-нибудь фонды социальной помощи. Ну, то есть, вы помните, как впервые, наверное, в нашей стране такую технику использовали саентологи. Они создали общину Нарканон. Поддержки и реабилитации наркозависимых, где просто накачиванием каких-то витаминов и проведением людей через интенсивные терапевтические курсы в саунах какое-то реальное количество токсинов выводилось. Они выдавали это за суперметодику. То же самое делают они. Создавая центры помощи социально нуждающимся людям, бездомным, безработным и прочее, они распространяют свои убеждения. То есть, получается, они действуют под прикрытием помощи людей, распространяя свои взгляды. Не декларивая это. Причем еще нужно задать вопрос, а насколько доброкачественной помощи в этих организациях? Почему они кормят бездомных, но при этом, например, всячески говорят, что вот мы единственные, кто это делает? То есть, секты действуют через подставные организации. Принципиально не хочется называть самих прихожан краеугольного камня сектантами. Большинство из них хорошие, жаждущие верить люди, которые оказались заложниками квазихристианской организации. Впрочем, слово «секта» в богословском, а не юридическом смысле, употребить, кажется, все-таки придется. Вот когда меня спрашивают, например, кто такие сектанты, я говорю обычно, что это хорошие люди, которые оказались в плену у дурной философии, дурного богословия. Философия действительно странная. Подвиги веры пятидесятники подменяют легкими, доступными всем чудесами. Прежде не имеющему крепких религиозных знаний человеку, они дают суррогат веры и используют его в своих целях. Мама одного из прихожан рассказала, что ее сын попал в краеугольный камень после тюрьмы. В трудной жизненной ситуации ему вроде бы помогли, а закончилось все тем, что он продал свою квартиру. Деньги ушли на пожертвования, возможно, даже остались не в России. Я был свидетелем и видел записи, когда в наши ульяновские общины приглашались наставные проповедники. Их представляли очень помпезно. Это великий пророк, наш светоч истины из-за границы, который приехал нам сказать какое-то благодатное слово. То есть они очень это ценят. Вот такие межгосударственные связи. К тому же наверняка получают серьезную поддержку из-за рубежа. А вот информация о выступлении пастыря Джерри Газье. По большому счету это уже может быть нарушением закона. В случае, если гость получил туристическую визу и не сообщил о том, что собирается вести в России миссионерскую деятельность. В России были десятки организаций, ревностно защищавших свое право на фокусы. Их хлебом, их единственным источником богатства были прихожане. Их прикрытием благотворительные фонды и заявления о единственной правильной вере. Все, что мы можем противопоставить им, правда.